Господи, Господь наш, я точу на имя Твое по всей земли, я бы взялся в великолепие Твое, приемы и решенье без. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из послания святого апостола Павла к филиппийцам, глава 2 стихи, с 12 по 16. И вот как звучит данный отрывок в русском синодальном переводе. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотения, и действия по своему благоволению. Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к выхвале моей в день Христов, что я нечетно подвязался и нечетно трудился. Итак, дорогие братья и сестры, мы с вами в седмичные дни читаем, продолжаем чтение послания святого апостола Павла к филиппийцам. Сегодня небольшой отрывок стихи с 12 по 16. Вот что пишет в 12 стихе святой апостол Павел. Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были послушны, не только в присутствии моем, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. Итак, апостол Павел обращается к филиппийцам. Мы с вами говорили о том, что с этой общиной у апостола Павла особые отношения. Он выстраивает с ними очень тесные, теплые, сыновные, отцовские отношения. Мы знаем, что филиппийцы не подводили его, и он хочет, чтобы они продолжали возрастать в своем христианском делании. Он обращается к ним в возлюбленные мои, потому что действительно он их любит. Он любит всех, но кто-то огорчает его, а кто-то нет. Вот филиппийцы как раз-таки те, кто не огорчает, но видя, что происходит с другими общинами, апостол Павел как бы упреждает возможные проблемы, которые могут появиться. И добрым отеческим словом наставляет их, как нужно вести себя, как нужно дальше жить христианской жизнью. Он говорит, как вы всегда были послушны. Он не сомневается, потому что они всегда были послушны слову апостола и послушны той вере и тому Святому Духу, который направляет их. Не только в присутствии моем. То есть они были послушны не только, когда апостол Павел очно находился, когда своим присутствием вдохновлял их на христианское делание, но гораздо более ныне, во время отсутствия моего, со страхом и трепетом совершайте свое спасение. То есть в присутствии его они совершали со страхом и трепетом спасение. Но теперь, когда его нет, им нужно сосредоточиться на Ипаче, более, чем когда он был с ними, потому что теперь они сами себя руководят. Они сами являются теми духовниками, которые сейчас направляют нас. Как апостол Павел, как духовное лицо, как пастырь, как их отец во Христе наставлял их, когда был очно с ними, так теперь они, ведомые, конечно же, епископами, пресвитерами, которые тогда, эта иерархия тогда формировалась в церкви, но они, конечно же, были в филиппийской общине, иначе кто бы совершал богослужения, призывал Дух Святой на дары, на хлеб и вино, чтобы они стали телом и кровью. Конечно же, там были священники, но теперь они живут более самостоятельной жизнью и должны более чутко относиться к тому, что происходит внутри них и в округе, за оградой церковной, потому что давление тогда на церковь было очень большое. Со страхом и трепетом совершайте свое спасение, то есть он хочет, чтобы они внутри были готовы принять Святой Дух и быть смиренным перед Ним. Страх и трепет, они должны сохранить внутри себя, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Здесь апостол Павел говорит о том, чтобы предупреждает их возвышение в гордости, напоминая, что это не они своими заслугами и своими делами стяжают себе благодать, потому что никакое наше земное дело не может механически гарантировать нам благодать Святого Духа, но только вера и покорность истине. Для этого нужен страх и трепет перед Словом Божиим и перед Богом, перед той благой вестью, которую несли апостолы. Соответственно, он говорит, имейте страх и трепет, и тогда Бог будет производить в вас и хотение, и действие по своему благоволению. То есть то хотение, которое у вас есть, оно приобретается вами через веру, но не потому что вы как-то заслужили это, а потому что Бог по своему благоволению, благословению дает вам это как дар. Поэтому не забывайте, что вы получаете это как дар, а не по своим заслугам, и поэтому умейте благодарить и со страхом, и трепетом умейте сохранить это присутствие хотения и действия благодати Божией в своем сердце, в своем хрупком сосуде. Делайте сосуды своего сердца. Ну, каждый человек это сосуд, как говорит апостол Павел, и какой-то это, кто-то это глиняный сосуд, а кто-то золотой. Поэтому каждый делает себя сосудом золотым, в котором будет пребывать благодать Божия. Далее он говорит, все делайте без ропота и сомнения. Преподобный Исаак Сирин толкует этот момент очень кратко, но очень ебко. Он говорит, все делайте без ропота, потому что ропот возникает по причине гордости, а сомнения возникает у того, у кого слабый дух, в слабом духе. Поэтому нужно укреплять и свою волю в церковной традиции, в традиции укрепления человеческой воли по святоотеческому преданию, в традициях православной аскетики, христианской аскетики. Поэтому все делайте без ропота и сомнения. Сомнения возникают, но это повод к тому, чтобы нам озаботиться о нашей воле, о нашем духе, укрепить его. Ропот возникает в сердце горделивым, поэтому если ропщите, то ищите корень этого проступка в грехе гордости. Зачем все это нужно? Зачем нужно это делать? Апостол Павел пишет, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами божьими, непорочными среди строптивого и развращенного рода. Действительно, филиппийцы жили среди язычников, среди нравственности, которая отставала от христианской. Хотя, нужно сказать, отдать должное философам античности. Недаром мы их рисовали в притворах, на стенах изображали, называя их христианами до Христа, философов, которые своим разумением и тем даром, который Бог вложил в них, смогли достичь небывалых весот в размышлениях об этом мире. Но они, конечно же, не могли постичь откровения Божия. И в греческой философии, и в римской, западно-римской философии есть много жемчужин, которыми воспользовались святые отцы и поставили достижение римской и греческой философии на служение христианскому богословию. Об этом говорят многие святые отцы. Итак, будьте, делайте это, живите без ропота, чтобы быть неукоризненными чадами света, сынами Божьими, дочерями Божьими, непорочными среди строптивого и разращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни, к похвале моей в день Христов. Итак, дорогие братья и сестры, будем следовать словам апостола Павла и точно так же жить, чтобы быть светилами в этом мире, а не быть тьмой, ибо если свет в ваших глазах – тьма, то какова тогда тьма? Будем молиться, дорогие братья и сестры, и помнить, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем Священное Писание, Бог с Его страниц обращается к нам. Всем радости, о Господе, и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»